Всем привет с канала Камрад Майор и сегодня новый видеоролик в рубрике моделирование это МиГ-17 советский истребитель продолжение серии самолетов МиГ на данный момент это второй реактивный из серии войны в Корее но уже более поздняя вариация что мы имеем опять-таки сделаны по лицензии раска МиГ-17 по кодификации фреска данные также как всегда у звезды цвета какие нужно использовать декали масштаб 1 к 72 размер 16 сантиметров 49 деталей здесь также самолета которые еще присутствуют в похожей вариации то есть это МиГ-27 29 и Су-33 сразу коробку убираем и здесь у нас обычная картонная коробка в которой сразу встречает вкладыш глянцевый с полным размещением окраски и декалей здесь представлен МиГ-17 из состава гвардейского истребительного полка самолет участвовал в операции Дунай вот войск варшавского договора на территорию Чехословакии но такой я делать не особо хочу мне очень сильно приглянулся вот МиГ-17 из истребительной группы ГДР аэродром троллингхаген начало шестидесятых годов что интересно на этот самолет нанесены опознавательные знаки раннего типа то есть именно треугольники без их инструментов как у нас был и серп и молот поэтому остановлюсь на этом также есть Куба и республика Вьетнам инструкция представляет из себя очень простую за счет того что шагов по сборке здесь очень мало советский реактивный истребитель описание его на основе МиГ-17 был построен первый истребитель перехватчик вооружение которого состояло из четырех управляемых ракет класса воздух-воздух открываем и здесь у нас первый опять таки этап это сборка кабины сборка хвоста сборка крыльев носовой части быстрая стыковка также не забываем про вес в 10 грамм для того чтобы не перевешивала задняя часть фюзеляжа установка вооружения изготовление шасси изготовление подвесного вооружения в виде бомб и полная установка данных компонентов также остекление фюзеляжа в виде фонаря кабины здесь уже идет размещение технических надписей что и где должно быть инструкция довольно проста сразу глянем на декали вот две части фонаря кабины вот они декали все нумерации будем использовать вот эти вот немецкие здесь у нас на отдельном литнике кстати отрезанном видимо у них не хватало здесь как раз таки размером вот откуда это было взято вот так вот представлен литник сборки самолета вот задняя часть фюзеляжа передняя его часть подвесное вооружение крылья мига и его двигатель вместе с хвостом ничего супер сложного в этой модели нет так же как и в 15 миге уже ранее мною собранном поэтому больше про сам литник сказать здесь нечего размер его будет примерно вот таким то есть довольно для 72 масштаба крупная модель и я думаю она как раз таки идеально впишется в мою серию мигов особенно учитывая то что они представлены у меня в разных вариациях на этом обзор мига 17 закончен так как модель довольно новая здесь все подробно описано и трудностей в сборке не возникнет любителям советской авиации любителям истребительной реактивной авиации я это крайне советую модель вышла за за смешную цену по скидкам на озоне скидки декабря 370 рублей обычная розничная цена как на официальном сайте звезда орг так и у других поставщиков порядка 800 рублей то есть экономия более половины даже тем самым рекомендую обязательно к приобретению ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставляйте обратную связь мы всегда отвечаем с вами был комрад майор всем пока